Здравствуйте, уважаемые зрители! Хочу ознакомить вас с новостями Армении и Азербайджана. Так называемый президент Таратюнян посетил Францию, вернее, он встретился с французскими депутатами. И он заявил им, что Азербайджан хочет отрезать Карабах от внешнего мира. Ну, как я вам говорил, уже в Армении паника, в Карабахе паника. Уже Ильхам Алиев, я так понял, дал приказ отрезать Карабах от Армении. Ну, уже надоело два года, уже, как сказать, никак не подпишет договор о мире и согласии, сотрудничестве. Пашинян мутит воду, и теперь Ильхам Алиев взялся жестко за эту ситуацию. И вот, Раик Артюнян поехал жаловаться французам. Вот, видите, на фотографии он с французской, как сказать, этой богемой, депутатами. И вот, что-то здесь пишут. Ереван, новости Армении. Азербайджан хочет заблокировать Лачинский коридор, отрезав Карабах от внешнего мира. Заявил Раик Артюнян на встрече в Париже с руководителями всех парламентских групп Сената, в общем, Франции. Президент заявил, что Карабах связан с Арменией и внешним миром только одной дорогой. Да, Лачинским коридором шириной 5 километров. Это точно одна дорога. Если Ильхам Алиев захочет, уже карабахские армяне не заедут, не выйдут. И Раик Артюнян уже не поедет спокойно на автомобиле в Армению на встречу с Пашиняном. Ну и Варданян, вернее, все они будут как в этом, за решеткой в тюрьме там сидеть. Ну вот теперь они поняли, что ситуация тревожная, поехали жаловаться о Францию. Так, да. Артюнян высоко оценил последовательные усилия Сената Франции в урегулировании Азербайджана-Карабахского конфликта. Так, резолюции, принятые Сенатом и Национальным собранием Франции по вопросу Карабаха, являются хорошей основой для всеемлющего и прочно урегулирования конфликта между Карабахом и Азербайджаном. Уважение права народа Карабаха на самопределение и признание результатов реализации этого права – единственный путь урегулирования конфликта. В общем, все. Он тут жалуется, что, мол, помогите французы, как сказать, Ильхам Алиев перекрыл нам кислород. Да, и вот, конечно, они его поддержали. И вот теперь уже там он сообщил, что 3 декабря группа Азербайджанская в штатском из экологических соображений перекрыла трассу Ханкинди-Горес и тем самым прервал связь Карабаха с Арменией из села Бердашенского подрайона Шушенского района. После переговоров, да, российские миротворцы как бы встали на сторону карабахских армян и помогли армянам. А если б не было миротворцев, вот что бы армяне делали, мне интересно. Ну вот Азербайджан взял и закрыл свою дорогу. Вот Шуша сказал, все, мы ремонтируем, у нас там проблемы, нам надо срочно полотно поменять или все. И все, и все. Если б не было миротворцев, которые прилетели тут же сразу и начали, а, мы не можем заехать, выехать там, собжение там, нас перекрыли все каналы, нам нужны поставки там вооружения, боеприпасов, продовольствия и надавили на Азербайджан, а если б не было этих самых хаджалы, этих самых миротворцев, все, армяне бы ничего, они не поехали к Лихамалиеву жаловаться, откройте нам дорогу, он послал бы их на три буквы, и все. Вот с чем дело, понимаете, миротворцы пока выручают. А если их там не будет в Карабахе, все, армянам никто уже не поможет. Вот такие новости. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч.